Мы находимся в торговом центре Горки Молл в магазине Кант и сегодня я расскажу про кроссовки. Не случайно, потому что именно в ноябре самые хорошие скидки. Можно подобрать пару по самой вкусной цене и сегодня я расскажу, какие кроссовки выбрал бы я и почему. Кроссовок любой и трейловый, и для шоссейного бега должен хорошо удерживать голеностоп. Проверить это очень легко. Вы берете за эту часть, держите за подошву и тянете. Если кроссовок растягивается, то, к сожалению, этот кроссовок не подойдет для того, чтобы передвигаться по поверхностям с какими-то перепадами. Второе, на что надо обратить внимание, это высота пятки. На некоторых кроссовках вы найдете вот такие надписи в миллиметрах. 4 миллиметра, как в данной модели, это достаточно немного и требует подготовленной ноги. Если будет бежать непрофессионал, то у него очень сильно устанут икроножные мышцы и это доставит некоторых проблем. Я рекомендую от 8 до 10 миллиметров для любителей, для всех новичков. Из той линейки, которая представлена в магазине Кант, я бы выбрал три трейловые модели. Asics Fuji Trabuco 7. Замечательный кроссовок. Мы его тестировали этой весной вместе с Asics на Агурских водопадах. Те, кто бегал в Агурском ущелье, знают вот эти вот товарные белые камни, мокрые. Они очень скользкие, ни одна резина, ни одна подошва не держит, но у Asics'а очень удивительное сцепление, прям поразительное. Чудо, конечно, не случилось на деревянном мостике, подошва чуть-чуть проскальзывает, но в целом впечатление просто замечательное. Подошва, которую здесь применили разработчики, она одна из самых липучих, в которых я когда-либо бегал. Зачем-то производители иногда делают такие резиновые выточки. Острые камни любят врезаться как раз вот в такие щели и просто разрушают эти места. Поэтому я надеюсь, что в следующей версии Asics' уберет вот эти вот небольшие отверстия. Переходим к следующей модели. Cellcony Excursion TR. Легкая тренировочная модель с достаточно выраженным протектором. Тоже здесь имеются вот эти вот вырезы, про которые я говорил, которые мне не нравятся. Cellcony несколько легче, чем Asics, который мы посмотрели. И между этими и этими я бы выбрал просто по цвету. Еще одна достаточно интересная модель, которую вы уже вряд ли где-то найдете, потому что ее сняли с производства. Это Cellcony Coa. Очень агрессивный протектор. Он сделан специально для того, чтобы бегать по грязи. Сейчас многие трейловые модели выпускают именно с такой шнуровкой. Здесь есть специальный кармашек. Остаток шнурка можно убрать. Если вытащить стельку, то можно здесь обнаружить промежуточный слой, который очень напоминает Adidas Boost. Специально для зимы. На прилавке магазина Кант появилась вновь вот такая модель. Тоже распродажная, но стоит она уже 9 900. Эта модель подойдет тем, кто уже планирует бегать по зиме, по снегу. Здесь есть специальная встроенная гетера из непромокаемого материала. Нажимая кнопочку, можно замочек подвигать. Интересная подошва. Здесь есть вставки с антискользящим материалом. Будет приятно бегать по красной поляне, когда ее немножко присыпет снегом. Вот этот небольшой хвостик сделан для того, чтобы здесь спрятался замок и не мешал. Очень часто у меня замок расстегивается на таких кроссовках, поэтому надо не оставлять собачку вверх, потому что в таком положении она начнет сама расстегиваться. А обязательно опускать вниз, тогда включается механизм, который препятствует ее сползанию. Очень полезная модель для тех, кто не планирует прекращать свои тренировки в зимний период и также бегать по дождю. Если посмотреть на модели для шоссейного бега, то я бы обратил внимание на следующие варианты. С Саукони Райт. Перепад всего 8 мм. Если приподнять стельку, здесь тоже можно найти материал, похожий на буст. Следующая модель, которую я бы порекомендовал, Асикс Гель Санома 4. Подошва достаточно универсальная. Можно в таких побегать не только по зимним дорожкам, но и какие-то легкие трейлы. Модель достаточно классическая, не очень дорогая, 4543 рубля. Соревновательная модель для плоского бега, на которую я бы обратил внимание, уже из новой коллекции. 8990 рублей, Кинвара 10. Первое преимущество, на которое можно обратить внимание, это вес. Вес кроссовка в 43-м размере 222 грамма. Это легкая модель, специально сделана для того, чтобы показывать наилучшие результаты на соревнованиях. С Саукони заботится о безопасности, поэтому на пяточной части есть цветоотражающая полоса. Язычок у некоторых моделей в Саукони прикреплен к телу кроссовка. Он не будет смещаться влево-вправо. После пробежки вы обнаружите язычок точно на том же месте, на котором вы его и оставили. Я уверен, что у бегуна-любителя должно быть несколько пар кроссовок на все случаи жизни. Поэтому пользуйтесь скидками, которые есть сейчас и пополняйте свой арсенал. Субтитры подогнал «Симон»!